воспалительный процесс в кишечнике приводит к появлению эрозий язв свищей посмотрите у нас свищ из кишечника посмотрите написано внутренние свищи это анатомы нам говорят современные анатомы продукты воспаления с кишечника попадают в мочевой пузырь и далее это хронический цистит получается это хронический воспалительный процесс в матке эндометрит эндометриоз и это хронический воспалительный процесс в кишечнике поэтому приходится не разделять эти три проблемы а работать с каждой женщиной одновременно по этим трем проблемам и вот здесь встает очень важный вопрос как нам ежедневно помочь нашему организму избавиться одновременно от этих трех проблем для этого я назначаю свечи ректальные для этого я назначаю тампоны вагинальные но вот самым безопасным методом и влияющим ежедневно на процесс воспаления у нас являются обычные гигиенические прокладки только они необычные они с вот такой интересной внутренней вставкой они он у магнитный чип и вопрос вообще применения прокладок а у меня вот здесь два вида прокладок которые позволяют ежедневно вытаскивать продукты воспаления слизь смотрите начиная с кишечника выводить через мочевой пузырь и конечно очищать влагалище то есть мы с вами применяя нейтральную среду а именно часто приходится сталкиваться с аллергической реакцией на любые прокладки очень часто даже те вроде хорошие прокладки с травами они к сожалению могут вызывать аллергизацию я с прокладками которые имеют анионовый чип и позволяют сделать более жидкой слизь и вывести ее из организма естественным путем через анус получается влагалище через мочеиспускательный канал работы уже много лет поэтому я в этом фильме повещу еще старые когда я более молодая доктор была сталкивались с этими проблемами работала с прокладками и вот сейчас пришло время еще раз напомнить что это возможность ежедневно выводить лишнюю слизь а значит не поддерживать хронический воспалительный процесс и восстановить микрофлору влагалища микрофлору мочевого пузыря и микрофлору кишечника обычная гигиеническая прокладка которая продается в магазине она у нас обязана быть сменена через три часа после выделения этой слизи и микрофлоры чтобы все это не пошло назад возвратным путем или восходящим путем инфекций поэтому мы с вами обязаны перейти на прокладки которые не дают возможности вверх эти микрофлоры потому что три часа никто не выдерживает и никто не меняет через каждые три часа прокладки поэтому есть у нас однодневные прокладки есть ежедневные прокладки есть для менструации прокладки вот такая возможность использовать современные достижения для лечения хронического воспалительного процесса позволит вам получить результаты кроме того помним как я и говорила в своем первом видео сейчас вспоминаю свои молодые годы когда смотрю на него можем использовать эти прокладки на любой вид боли ибо у нас будет боль уменьшаться так как убирается закисленность помним закисленность это боль значит если это боли в суставах прокладка может быть на сустав я очень много говорю о том чтобы восстановить кровообращение в области пупка чтобы там никогда не было запаха пупки и вот мы тогда прокладочку кладем на пупок и все это время и такие прокладки я просила найти своих пациентов чтобы лечить энурез у детей да и частое мочеиспускание не держание мочи ведь это все лишняя слизь в кислой среде застое у нас возникает нарушение тонуса сфинктера мочеиспускательного канала видите какие технологии приходят нам в помощь все это входит в комплекс ежедневных обязательных мероприятий используйте прокладки и будьте здоровы а не он он изменяет состояние крови он кровь нашу превращает в бегущую и быструю я сейчас вам покажу мы имеем нормальную здоровую кровь и эритроциты это когда они имеют отрицательный заряд вот посмотрите эритроциты с отрицательными зарядами соответственно друг от друга отталкивается и кровь бежит бегом а вот если у нас появляются крови паразиты и выделяют токсические вещества в кровь если на нас действуют химические экологические факторы то у нас начинает нарушаться оболочка эритроцита потому что повреждает обычно вирусы микробы что повреждает оболочку эритроцита той клетки которая составляет основу крови которая питает каждый орган нашего организма и так нарушилась вот эта оболочка приобретает эритроцит положительный заряд и когда хороший отрицательный эритроцит соединяется с положительным что получается сгущение мы называем это монетные столбики и образуется уже пожалуйста кровь вот так вот они соединились значит мы можем находиться с вами в таком состоянии крови тогда у нас болезни нет тогда те эритроциты которые находятся вот в этой крови они гармоничны они не оказывают отрицательного влияния на нас и вот здесь мы говорим все кровь спустилась почему потому что у нас изменилась плазма так вот этот уникальный анион который находится или в люстре чижевского тогда он попадает в воздух да или куда его определили этот анион или чип анионовый они его отправили в прокладку вот здесь маленькая люстра чижевского и работает она по отдельному местному органу который обычно у нас имеют проблему какую-то с микрофлорой итак вот этот анион разжижая кровь да приводит ее в порядок восстанавливается местный иммунитет и и тогда независимо от того кто там уреоплазма хламидия трихомонада независимо от этого у нас будет улучшение состояния здоровья даже не определяя какой вид микроорганизмов данный момент преобладать потому что он в данный момент преобладает один а потом и 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